В этом видео мы посмотрим, каким образом можно настроить внешний дисплей для большего удобства. Сейчас мы видим просто дублирование рабочего стола малого 7-дюймового дисплея с высоким разрешением на внешний дисплей с разрешением Full HD, малый дисплей с разрешением HD. Сейчас посмотрим. Ввиду того, что у нас на борту операционная система Windows 10, мы имеем возможность полноценной работы с дисплеями, подключенными к трансивиру MBD. Сворачиваем окно программы, видим стандартный рабочий стол операционной системы Windows 10, диски, папки, меню Windows 10. Заходим в настройки дисплея и устанавливаем режим Extend this displays. Как видим, на малом дисплее сейчас у нас в системе два раздельных дисплея и они сейчас уже не дублируют друг друга, а второй дисплей является расширением рабочего стола. Я закрываю настройки, открываю программу и сейчас обратите внимание, что второй дисплей уже не дублирует, а является расширением. Я могу перетащить окно программы на внешний дисплей, а внутренний дисплей останется свободным для любых задач. И наоборот, я могу задвинуть дисплей на внутренний стандартный интерфейс, а на внешнем дисплее использовать его для своих нужд. Например, я могу открыть второй приемник. Как я и обещал в предыдущем видео, транссивер MB1 имеет второй цифровой приемник с полосой обзора до 312 кГц, который может использоваться на других диапазонах. Кнопка RX2 рядом с ручкой Multi3 настройки частоты VFB, при ее нажатии включается второй приемник, приемник номер 2, так называемый RX2. Этот второй приемник открывается в отдельном окне. Как видим, второй приемник имеет интерфейс стандартной программы Experts DR2 в дисктопном режиме. Его можно развернуть. И он будет работать параллельно с основным приемником. Как видите, сейчас основной приемник работает на частоте 14 мм. А второй приемник у нас работает в диапазоне 40 метров. Диапазонные фильтры транссивера, то есть приемника транссивера, устроены таким образом, что при работе с одним приемником работают узкополосные октавные фильтры. Но когда мы включаем второй приемник на другом диапазоне, автоматически включается широкий фильтр на весь КВ диапазон. Антенна сейчас подключена в многодиапазонный штырь, поэтому есть возможность работать сразу на нескольких диапазонах. Как видим, диапазон 40 метров на втором приемнике используется и его можно прослушать. Мы видим, что идет работа одновременно на двух диапазонах, прием на двух диапазонах, но управляется транссивер на лицевой панели управляет только первым приемником. Если мы нажмем кнопку RX2, то управление, все кнопки лицевой панели начнут управлять вторым приемником. Как видите, у второго приемника есть полностью весь набор функций кнопок из метра, независимо от первого приемника. Соответственно, мы имеем второе рабочее место, независимо от первого. Нажимаем кнопку RX2 и управляем теперь уже здесь частотой первого приемника. При работе в PayLab мы точно так же можем включить VFOB и точно так же мы можем включить его на втором приемнике. Фактически одновременно можно принимать четыре частоты. Две из них на одном приемнике RX1 и две из них на VF приемнике RX2. Управление полностью частотой, диапазонами. К примеру, я сейчас включил тот же самый диапазон. Диапазон восемь метров прохода пока нет. Ну, сороковка вполне. Повторное нажатие RX2 выключает второй приемник. Окно автоматически закрывается. Таким образом, мы рассмотрели управление частотой трансиллеров. Различные способы управления по частоте. Они довольно широкие возможности. Поэтому каждый может выбрать на свой вкус. Мышкой. При помощи малкодеров стандартных классических органов управления. Или при помощи тач панели на лицевой панели трансиллеров. Есть одна тонкость. Когда подключается второй дисплей, тач панель автоматически начинает работать с вторым дисплеем. Для того, чтобы он начал работать с нашей лицевой панелью, нужно зайти в настройки тач панели и переключить ее. Это стандартная функция Windows. И в стандартном варианте тач панель переключается на основной дисплей. В следующем видео я покажу, каким образом работает трансиллер с дополнительным программным обеспечением. Каким образом подключить аппаратный журнал, внешний усилитель и так далее. На этом все. Продолжение следует... Продолжение следует...